В Люберцах остро строит проблема нехватки и медицинских работников. Об этом открывая круглый стол по вопросам здравоохранения, заявил глава округа Владимир Ружицкий. На днях сотрудники администрации совместно с руководителями медучреждения обсудили пути выхода из этой ситуации. На встрече присутствовали и местные жители. На протяжении последних пяти лет Люберцы находятся в тройке лидеров по предоставлению жилья медицинским работникам. Кроме того, в городском округе активно ремонтируют лечебные заведения. Однако эти меры не спасают от утечки специалистов в Москву. Мы последние годы много отремонтировали наших отделений, поликлиник. Но эту работу надо дальше продолжать, и вопросы есть. У нас сегодня ничего не хватает, и терапевтов не хватает, и педиатров не хватает, и других узких специалистов. Привлечение медиков – одна из приоритетных задач в округе. Большое внимание уделяют созданию условий для будущих врачей. На сегодняшний день в двух Люберецких гимназиях открыты специальные классы с углубленным изучением биологии и химии. По целевому возвращаются к нам дети, которые возвращаются 3-5 лет, отрабатывают в наших лечебных учреждениях и уходят в Москву. И мы опять остаемся без специалистов. Отсюда вытекают проблемы с отсутствием талонов к узким специалистам. На это неоднократно жалуются жители округа. К одной только ЛРБ номер 2 прикреплено более 200 тысяч взрослых и около 30 тысяч детей. Функционирует 9 поликлинических отделений и 135 терапевтических участков. Вместе с тем медицинские учреждения Люберец активно модернизируют. Современное оборудование позволяет проводить в округе высокотехнологичное лечение. Об этом жителям муниципалитета подробно рассказала заместитель главного врача 2-й Люберецкой больницы Ирина Штольц. Мы добились снижения 19 показателей, которые нам установил президент. Вот сосудистый центр, он и признан для того, чтобы снизить смертность от инфаркта и инсульта. У нас в сосудистом центре два отделения. Это кардиологическое отделение и неврологическое. В конце встречи жителям предоставили возможность задать вопросы участникам круглого стола. В основном их интересовали порядок записи к врачам, обеспечение льготников лекарственными препаратами, а также работа скорой медицинской помощи. Луизия Егязарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.